Один из первых скандалов вокруг санатория «Сосновый Бор» разгорелся еще в далеком 2016 году. Тогда крупная сумма – 7 миллионов рублей, а это вся зарплата работников данного заведения, была потрачена на то, чтобы благоустроить окружающую территорию. Деньги людям выплатили лишь спустя два года. На сайте санатория «Сосновый Бор» сказано, что эти места окутаны тайной и памятью истории. Спустя столько лет эти слова не потеряли актуальность. Снаружи здание выглядит загадочным и одновременно чарующим, а природа вокруг притягательна и в той же степени пугающа. Тем, что уже почти год здесь практически никого нет. За моей спиной речка Старица – один из важных пунктов рекламного буклета санатория. Когда-то для того, чтобы искупаться здесь, вам нужен был сопровождающий. Теперь это еще один необжитый пляж Рязанской области. Рядом с рекой есть импровизированный песчаный пляж и навес, под которым могли прятаться отдыхающие. Теперь эти места лишь хранят воспоминания того далекого времени. Пешеходная дорожка, облагороженная кустами, ведет к клубу. Раньше здесь выступал и рязанский государственный народный хор, и российский вокальный ансамбль от Рада. А теперь потолок из пенопласта рушится, а крыша протекает. От былой славы здесь осталась только стойка от микрофона. Сложно представить, что всего несколько лет назад здесь танцевали и веселились люди. А рядом красивая площадка и мост для прогулок. Ходит легенда, что если пройтись по этому мосту и загадать желание, то оно обязательно сбудется. С 2001 года это место привлекает молодые пары. Здесь уже висят несколько замков новобрачных. Правда, за последние несколько лет сам мост, как и санаторий, потерял былую славу. Чуть дальше спортивные и детские площадки. Площадка для игры в волейбол и большой теннис, современное покрытие и новейшее оборудование. Все это в шаговой доступности для отдыхающих санатория. А теперь, спустя всего два года, здесь практически не ступает нога человека. Самое пугающее творится внутри санатория. Он рассчитан на 500 человек. В нем 250 номеров. Сауна, парикмахерская, библиотека и игровая. Теперь от этих комнат остались только названия. Под ногами осколки стекла, а в помещениях раскиданы бумаги. Некогда красивое место стало излюбленным у сталкеров. Людей, которым нравится исследовать заброшенные места. Иначе этот санаторий не назвать. В 2017 году он перестал функционировать. За долги здесь отключили газ и воду. Следователи арестовали имущество санатория, а именно 10 транспортных средств и земельный участок на сумму более 16 миллионов рублей. После этого санаторий «Сосновый бор» закрыли на неопределенный срок. По данным интернет-порталов, в декабре 2017 года здание передали областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства. Фонд является некоммерческой организацией, единственным учредителем которого выступает правительство Рязанской области. На момент передачи санаторий находился в процедуре банкротства. Николай Любимов сообщил, что оно должно функционировать как лечебно-профилактическое учреждение. С того момента прошло 5 месяцев. Снаружи комплекс зарос травой, а внутри его продолжают хозяйничать вандалы. Однако с 8 мая 2018 года имущество передадут собственнику. По поручению правительства региона обеспечение охраны объекта поручено областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства. Так что есть вероятность, что в скором времени это место вновь засияет былыми красками. А пока что эти кадры больше напоминают вымершую Припять, нежели Рязанскую область. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.